Рецептов плова довольно много. Я хочу предложить рецепт очень вкусного домашнего плова с черносливом. Такой плов можно приготовить и к семейному ужину, и к любому праздничному столу. Плов у меня мясной, из баранины, но вы можете взять любое другое мясо по вкусу. Блюдо совершенно не сладкое, как может показаться на первый взгляд, из-за присутствия чернослива. Чернослив хоть и отдает свою сладость, но ее вкус придает плову особую пикантность. Очень рекомендую попробовать. Ваши близкие и гости останутся довольны. Баранина 500 грамм, мякоть. Морковь 1-2 штук. Лук 1 штука. Рис 400 грамм. Растительное масло 100 миллилитров. Чеснок 1 штука, головка. Соль по вкусу. Специи по вкусу для плова. Количество порций 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Чернослив промойте и замочите в теплой воде на несколько минут. Мясо, если необходимо, срежьте с кости, нарежьте кусочками и выложите в казан. Предварительно масло необходимо накалить до появления белого дымка. Обжарьте мясо периодически помешивая до появления румяной корочки. Добавьте нарезанный перьями или полукольцами репчатый лук. Обжарьте лук до мягкости и добавьте нарезанную соломку и морковь. Обжарьте все вместе в течение 7-10 минут. Добавьте воду, чтобы она лишь покрыла мясо, соль по вкусу, в любимые специи и тушите содержимое казана на небольшом огне в течение 20-30 минут. Затем добавьте промытый рис, разровняйте его, выложите чернослив и воткните головку чеснока, очищенную от верхней шелухи. Добавьте воду, она должна быть выше риса примерно на 1 сантиметр. Посолите по вкусу и готовьте на сильном огне до полуготовности риса. Рис должен почти полностью впитать всю воду. Затем соберите содержимое казана к центру, накройте тарелкой, сверху закройте казан крышкой и на среднем огне готовьте плов еще 10 минут. Дайте плову хорошо пропариться и настояться. Плов с бараниной и черносливом готов. Приятного аппетита. Плов с бараниной и черносливом готов.